Всем доброе-доброе утро, друзья! У нас сегодня такие замечательные гости в студии. Это Диана Акимова и Айгуль Султанова. Организаторы очень интересного проекта. Ночь провалов называется, да? Расскажите о нем немного поподробнее. Мне прям очень интересно узнать. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Айгуль Султанова. Я являюсь заместителем директора Центрально-Азиатского антисвободного рынка, КАФМИ. Совместно с курсами предпринимателями Мы являемся организаторами такого мирового движения, как «Факапнайт». Ночь провалов. Сегодня, 20 апреля, в 6 часов это состоится. О чем расскажет более подробно Диана. Само движение, это мировое движение, где бизнесмены собираются рассказывать о своих провалах в бизнесе. Как мы знаем, кто не ошибается, кто ничего не делает. Соответственно, люди учатся, когда мотивируют людей, когда они слышат провалы в бизнесе у других людей. Это их мотивирует. И это зародилось в Мексике в 2012 году. Сегодня мы можем с гордостью сказать, что будет в Кыргызстане, в Бишкеке. Это впервые. Это впервые. Но мы это будем проводить в один раз, два-три месяца. И будут спикеры, которые будут рассказывать о своих провалах. Потому что, насколько мы знаем, тренд в Кыргызстане – это продвижение предпринимательства. И это продвижение реформы. Наша организация тоже этим занимается. Цель – это продвижение экономических реформ. И мы являемся также представителями глобальной недели предпринимательства в Кыргызстане. Также проводим всякие стартапы, уикенды. И, соответственно, это движение позволит людям быть готовым к провалам. Да, это очень важно. Айгуль, мы так понимаем, что сегодня это все начнется. И вы хотите пустить на поток. Но будут периодически проходить такие вечера. Но, Диан, расскажите вы нам поподробнее о том, кого сегодня люди увидят, какие будут спикеры и о чем они расскажут. Сегодня будет пять очень крутых спикеров. Первый из них – Эркен Джаманбаев, который является бизнес-акулой, так скажем. У него невероятно богатый опыт в бизнесе. И он долгое время управляет самым крупным консалтинговым агентством в Кыргызстане. Он расскажет, как он потерял 700 тысяч долларов и как он вышел из этой ситуации. Второй спикер – это Дарри Каслбашева. Как мы знаем, она организатор Всемирных игр кочевников и танцевального фестиваля «Я танцор». Она будет выступать совместно с Таем Мурзаковым, с известным танцором. Они расскажут, как провалился второй фестиваль «Я танцор». И четвертый спикер – Борис Глобус. Это очень интересная личность. Он не только ведущий, но и опытный, успешный предприниматель. Он расскажет, как он потерял большую сумму денег и друзей из-за бизнеса. Скажите, Диана, не каждый человек может открыто рассказать про свои провалы. И, наверное, это достаточно сложно сказать, что «я простоволосился, что-то сделал не так». Как вы уговаривали этих людей? И вообще уговаривали ли вы? Или они сами проявили инициативу, чтобы стать спикерами на вашем мероприятии? Вообще, это же такой абсолютно новый формат мероприятия. И когда мы им предложили, эти люди очень отзывчивые и крытые. Они сразу согласились. Поэтому как договариваться, это вообще не проблема. Это удивительно. Ну а вот вы уже сказали, что это будет регулярным, да, такое мероприятие. Вот все-таки, как вы считаете, наберется ли действительно, наберется ли то количество спикеров, которые смогут без зазрения совести действительно поделиться своими проблемами? Ну, то есть вот теми и удачей. Я уверена в этом, потому что у нас уже есть спикеры на следующий «Фоткап-найт». Поэтому насчет этого, я думаю, вообще проблем не возникнет. Я надеюсь, будет для людей интересно это слушать. Потому что уже все привыкли слушать только истории успеха. Да, хотелось бы просто еще добавить к тому, что как бы сам формат, он такой, что здесь не будет какой-то там семинар, конференция в таком серьезном виде. Это здесь она охватывает два момента. Во-первых, это будет, когда человек рассказывает, отвечает на какие-то несколько вопросов. И это нетворкинг, то есть это общение с теми людьми, с которыми, возможно, в повседневной жизни тяжело подойти застенчивому человеку. А здесь они встречаются, бизнесмены, те же предприниматели, те, которые вот только начинают, молодые предприниматели, и которые могут посмотреть в глаза, спросить, рассказать. То есть она состоит из двух разделок. То есть мы возвращаемся к началу, да, откуда это пошло. Это также вот с простой посиделки нескольких бизнесменов начиналось. И в таком формате все это и сохранилось спустя годы. Отлично. Расскажите, какая будет, ну, на какую аудиторию рассчитано? Какие это люди? Возрастные какие-то рамки? Кого вы ждете? Может быть, уже кто-то приобрел билеты, и вы хотя бы можете какую-то такую аналитику провести? Я бы сказала, это начинающие предприниматели, очень активные, инициативные люди. Молодежь? Да, молодежь в основном. И также у нас будет очень много гостей, вот именно бизнесменов, уже таких успешных предпринимателей, таких, как, например, Даниара Айнура Аманалиевы, там, Айбек Джангазиев, Айбек Куринкеев и так далее. Поэтому это вообще идеальная возможность для начинающих предпринимателей прийти, познакомиться, лично пообщаться с этими людьми. Поэтому, я думаю, никто не должен упустить такую возможность. А вот скажите, если кто-то сейчас из наших телезрителей тоже является предпринимателем, и у кого-то тоже есть свой определенный багаж ошибок, может ли он подать заявку, чтобы стать спикером в дальнейших таких? Конечно, да, мы открыты любым предложением, мы можем уже в дальнейшем там встретиться и уже все обговорить. Давайте еще раз повторим, сегодня 18 часов состоится мероприятие. Где проводится, да. Да, сегодня в 6 часов в Тунгучхоле. Также хотелось бы отметить, что продолжение мероприятия пройдет в Метропабе, это что-то типа автофати, поэтому будет живая музыка, фуршет, и мы думаем, будет очень весело и вкусно. И самое главное, что билеты еще есть, я уточняла. Спасибо вам огромное. Пусть первый блин не будет комом ни в коем случае, и это действительно будет нашей такой вот бешкекской, каргасской фишкой, и это мероприятие здесь пройдет успешно. Да, друзья, у вас еще есть возможность попасть на Ночь провалов, приобрести билеты, конечно, у нас сегодня были организаторы этого крутого мероприятия, Диана Акимова и Айгуль Султанова. Ну, а мы продолжаем говорить на важную тему. Вы знаете, какую, естественно, дозваниваетесь в студию. Мы ждем вас в эфире. Продолжение следует...